Привет друзья! Для меня, как тренера понятно, что работа на все группы мышц наилучшим образом развивает фигуру. Если у вас не хватает мышечной массы и ее надо нарастить, то надо тренироваться с отягощением на 6-12 повторений в подходе. Когда же надо сбросить лишнее сало, выполняем многоповторку на 20-40 повторений. Тогда, почему люди ведутся на марафоны похудения? Все очень просто, их легко ввести в заблуждение. На этих марафонах их гоняют как сидоровых коз. Они обливаются потом и выполняют миллион движений. Это высокоинтенсивная аэробная нагрузка, которая перегружает не только сердце, но и центральную нервную систему. А так как эти марафоны длятся не более двух месяцев, человек не успевает заметить, что его убивают. Убивают в прямом смысле слова. Два месяца – это критичный срок после которого, если продолжить в том же духе, можно заработать инфаркт, инсульт, растяжение связок и вывих суставов. А вот положительного результата сжигания жира вы не получите. Вы обращали внимание на тех девочек-тренеров, которые ведут эти марафоны. Явно они худобой не страдают. И жирка на проблемных зонах у них предостаточно. Почему? А все очень просто. За первый месяц марафона вы потеряете большую часть веса, но это будет не сгоревший жир, а лишняя вода, которая накопилась в вашем организме. Через месяц занятий вы научившись выполнять упражнения сможете еще более интенсивней тренироваться и уберете еще 3-4 килограмма. Но жира из них будет не более килограмма, и то хорошо. А вот после, как бы вы ни старались, вес встанет. Поэтому и горе, тренера и объявляют двухмесячные фитнес-марафоны. Если вы похудели на 6-10 килограмм, вы собой довольны, но это далеко не спортивная фигура, и чтобы ее оточить все же придется идти в тренажерный зал и корпеть над железом. Почему? Да, потому что сжигание жира – побочный эффект силовых тренировок. Да, жир горит, когда мы занимаемся аэробикой, но он не начнет гореть, пока в мышцах есть энергия. Организму незачем растрачивать запасы энергии, накопленной в жировых клетках, пока энергия есть в мышцах. Мы ходим, бегаем, прыгаем, подымаем что-нибудь мышцами, а не жиром. Поэтому, чем тяжелее мы работаем, тем больше тратим энергии. Скажите, что легче пройти 300 шагов по парку или сделать 300 шагов по лестнице, поднявшись на 20 этаж. А присесть 300 раз, пусть не сразу, с остановками и отдыхом, это что-то. Вы скажете, я утрирую. Верно. Достаточно сделать 3-4 упражнения по 3-4 подхода на 6-12 повторений на каждую группу мышц. Ноги, спина, плечи, руки, грудь. Один раз в неделю и вам не потребуется специально тратить время на всякие марафоны похудения. Удачи!